Всем привет! С вами Тома и в этом видео я хочу рассказать о последней книге из трилогии приключений Дарингду. Первая книга у нас была Дарингду и Меченый Вор, вторая Дарингду и Цветок Вечности и третья книга Дарингду и Запретный Город Облаков. Обзор на первые две тоже есть на канале, ссылочки будут в описании, можете посмотреть там с моим кратким мнением. И последняя третья книга, которая завершает этот цикл, у нас вышла буквально пару недель назад. Вот покупала я ее, как и две предыдущие у нас в книжном местном магазине, за 182 рубля в интернет-магазинах. Ее, наверное, можно найти там чуть дороже, ну или, может быть, даже чуть дешевле, если вам повезет. Дарингду, как обычно, не сидит на месте. Даже когда отважная поня выбирается в гости к своему другу профессору Ревенхофу, приключения следуют за ней по пятам. Наставник рассказывает путешественнице о таинственном городе за облаками, куда не ступала почти ничьё копыта, кроме того, что принадлежит давно пропавшему приятелю профессора. Разумеется, Даринг тут же загорается идеей попасть в это дивное место и заполучить в свою коллекцию его невероятные сокровища. Но так ли просто отыскать жеребца, который не хочет, чтобы его нашли, и что за опасные секреты хранит запретный город? Также в серии другие книжки. Почему-то здесь нету первой книжки из трейлогии о Дарингду, так вторая. Вот такой вот у нас синапсис. И давайте я вам, наверное, сначала покажу, как книжка оформлена внутри, потому что я всё время забываю это сделать. Крупный шрифт, достаточно толстенькая бумага беленькая. И вот такие в книге Дарингду есть иллюстрации на страничках. В обычных книжках их нету. Вот Дарингду отличается. И такие вот оглавления непосредственно глав. Кстати, тираж у этой книжки немножко меньше, чем у первых двух. Здесь всего 3,5 тысячи экземпляров, тогда как первые две были по 5. И дальше давайте я вам немножко расскажу своё мнение об этой книге. Если вы не хотите особых спойлеров, то, наверное, не знаю, будете смотреть, не будете. Но я постараюсь без спойлеров. И начну я с того, что я считаю эту книгу самой слабой в трейлогии. Вот так вот внезапно. Причём, мне кажется, со мной сыграла злую шутку, как-то завышенное ожидание называется. Потому что я очень ждала третью книгу. Мне по синапсису казалось таким самым интересным. Запретный горы. Слово запретное, знаете, сразу такое, оу, вау, там что-то будет супер-супер-супер. Но в отличие от первых двух книг, которые были действительно самодостаточными такими экшн-приключениями, вот третья книга как-то немножко меня разочаровала. В том плане, что сама дорога до запретного города оказалась интереснее и насыщеннее, чем то, что было в самом городе. То есть, как бы, ты всю книгу ждёшь-ждёшь, о боже, когда же, когда же Дерингт попадётся в этот город? Что ж там такое классное будет? А попадает она туда уже в последней третьей книге. То есть, у нас больше половины книги это только дорога до города и поиски этого пропавшего жеребца. Вот. А в самом городе как-то, ну, ничего особо классного и не происходит. Я не знаю, возможно, оно и нормально на самом деле происходит. Просто, что говорю, у меня были какие-то более такие завышенные ожидания насчёт этого места. А нам его показали очень, знаете, так поверхностно и каких-то там супер-мега-тайн этого места нам в итоге даже по факту и не раскрыли. То есть, всю книгу я очень надеялась и ждала чего-нибудь классного, но закончилось всё как-то не знаю как. Ну, в качестве завершения трилогии книга вполне себя, наверное, оправдывает, потому что, как бы, здесь немножко так подсобирается общая информация о её прошлых приключениях и выносится некий вердикт. Дерингду даётся определённый статус по итогам прошлых заслуг. Вот, и подводится некий, реально, итог всей трилогии. Поэтому я крайне рекомендую покупать эту книгу и читать её только, если вы прочитали первые две. Если первые две книги можно читать вообще в отрыве от друг друга и вот этой книги, то есть, они как бы самодостаточные. Их даже можно, в любом порядке можно почитать. Они, конечно, ссылаются одна на другую, но если вы прочитаете первым «Цветок вечности», ничего страшного не будет. Вот, но вот этот вот «Запретный город облаков» я бы не рекомендовала читать отдельно и покупать её отдельно, как одну книжку, а не как окончание серии. Потому что, как сама по себе отдельная книжка, на мой взгляд, она слабее, чем предыдущие две. И, в частности, мне не очень понравилось, что как-то мало экшена. Если первые две книги у нас были с реальными какими-то злодеями, какой-то вот экшен, какие-то там приключения мега супер, то здесь у нас больше такой какой-то, ну, не так всё классно, несмотря на то, что здесь этот Кабулерон, его в книге нету. Ну, как он, он есть, но как видение. То есть, ну, короче, я, кстати, не поняла две сцены. Его с Кабулероном сцена была и с одним из его помощников в начале. Я не поняла, к чему те сцены с целью немножко привнести экшена, если только. Потому что никакой сюжетной последовательности, как бы, не было. Они... спойлер, спойлер, спойлер. Их не было в этом городе в итоге. То есть, они явились только вот в виде образа и в начале. Спойлер закончен, можете читать дальше. Вот, поэтому, как бы, у меня реально какие-то, ну, обманутые ожидания на этот счёт. Я думала, что будет какое-нибудь ещё интересное развитие сюжета. Вот, ну, и остальные, в принципе, пони, которые здесь фигурировали. Вот этот Ревенхуф, тот пони, которого она искала, тоже достаточно прикольные. И персонажи, было интересно о них почитать. Не такие классные, как дядюшка из второй книги, но тоже заслуживают вполне внимания. В общем, у них там целое общество приключенцев, которые ищут всякие разные сокровища. Вот, так что, да, рекомендую эту книгу только в качестве завершения трилогии. Потому что, ну, три книжки лучше, чем две, я считаю. Смотрится очень классно. Но, к сожалению, в качестве самостоятельного произведения порекомендовать не особо могу. И хочу, потому что, ну, мне она из всей трилогии понравилась как-то меньше всего. Вроде как и были все эти составляющие, и интересное мифическое место, и загадки, и решение головоломок. И немножко экшена, в других книгах было экшена гораздо больше. Но и итог, как-то, знаете, ну, вот реально хотелось чего-то более глобального, более динамичного. Возможно, только у меня такие впечатления. Но вы также можете написать в комментариях, что думаете об этом вы. Может, вам наоборот, эта книга больше всех остальных понравилась. Или вообще, напишите в комментариях, какая книжка из трилогии вам показалась наиболее увлекательной и интересной. Если вы, конечно, все три читали. Ну, и напишите, если вы тоже собрали коллекцию. Мне кажется, именно как коллекция, это тоже очень такое неплохое достижение. Книга Дискорда и поневельское шоу вроде как уже тоже вышла из печати. Очень надеюсь, что скоро она появится в магазинах, и я смогу ее прочесть и тоже поделиться с вами своим мнением. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие видео о пони-книжках. Надеюсь, этот ролик был вам интересен и полезен. Комментируйте и ставьте лайки. С вами была Тома. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!